Здравствуйте! В прямом эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». И начинаем выпуск с обращения главы государства Владимира Путина в связи с событиями в Ростовской области, которые произошли 24 июня. «Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооружённого мятежа. Россия сегодня ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части. Мы не дадим этому повториться. Мы защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артёмовск. Города и посёлки Донбасса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооружённые силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, в Московской области, в ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поддержал позицию президента Российской Федерации Владимира Путина. После обращения главы государства к гражданам страны, призвал их сплотиться вокруг президента и поддержать земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мы всегда выбираем нашу любимую Родину – Россию. Единство духа народов республики и чёткость действий, а также любовь к нашей стране была и останется фундаментом государства в любые времена. В своём обращении Владимир Владимирович Путин чётко и открыто назвал события, происходящие в Ростовской области, внутренней смутой и угрозой для государства, а тех, кто организовал и готовил военный мятеж, предателями России, сказал Рашид Тимрезов. Кроме того, глава республики отметил, что сегодня очень важно сплотиться вокруг президента и поддержать земляков, которые мужественно воюют с неонацизмом, защищают Родину, выполняя боевые задачи в зоне СФО. Нам важно оставаться одной семьёй и одной страной и показать всему миру мощь и величие Российской Федерации и сплочённость её народов, говорится в обращении Рашида Тимрезова. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провёл заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике с участием руководителей МВД, управления ФСБ, прокуратуры и других правоохранительных и силовых структур. Обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в республике. Она стабильная, спокойная и находится под контролем, сказал Рашид Тимрезов. Также глава республики сообщил, что принял ряд дополнительных мер по антитеррористической защищённости объектов и по обеспечению безопасности жителей региона. Сейчас реклама, после продолжим. Уважаемые жители Карачаева Черкесской Республики, честь праздника Курбан-Байрам, торговая компания Татаев совместно с мировыми производителями и фабриками дарит вам масштабную акцию. Более 100 тысяч наименований товаров из Азии, Европы и России по супер привлекательным ценам. А также напоминаем вам, что при покупке от 40 тысяч действует бесплатная доставка по всем республикам СКФО. Не упустите возможность сделать свой дом ещё более уютным, комфортным и красивым с компанией Татай. Наши специалисты всегда рады помочь в выборе товаров и ответить на все ваши вопросы. Акция продлится до 30 июня, поэтому поспешите. Ждём вас на грандиозной акции Годра. Торговая компания Татаев. Всегда низкие цены. Хирургия катаракты. Любой сложности. В клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А. 43-73-87. Мамма миа! С 10 июня в Кисловодском цирке. Сладные тигры, бизоны и другие удивительные животные в программе «Счастливый билет». Телефон 2-96-58. Категория 0+. Мы вечно заняты и вспоминаем о своём здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов выступил с традиционным ежегодным посланием. Руководитель региона представил программу действий, но перед этим рассказал о результатах работы и положении дел в республике. Программа определяет основные направления развития региона на предстоящий год. Каким темам глава уделил особое внимание и справятся ли с поставленными задачами руководителей ведомств и парламентарии. Об этом в специальном репортаже нашего корреспондента Альбины Ламковой. Главное политическое событие республики состоится через несколько минут. Местом его проведения стал Дворец культуры Черкесска. Собрались на него представители разных профессий. Доклад послания охватывает обширный круг вопросов, поэтому и интерес к этому событию огромен. Этот год не стал исключением. В него были включены политические, экономические и идеологические положения. Основные направления внутренней и внешней политики. Первое, что озвучил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, касалось специальной военной операции. О том, какую помощь оказывает республика в этом направлении. И на что нужно обратить внимание. Так он поручил правительству региона ввести новые меры поддержки для участников СВО. В частности, создать кадровый резерв для их последующей работы в органах госвласти. Общество сплотилось и слово «патриотизм» наполнилось новым смыслом. И мы видим, насколько силен дух патриотизма в нашей республике и в России в целом. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов обратил внимание, что для поддержки военнослужащих и их семей также будет выплачиваться региональный материнский капитал, начиная с рождения первого ребёнка. По возвращении с территории СВО в случае желания открыть своё дело, военнослужащие могут воспользоваться поддержкой в рамках соцконтракта за счёт республиканских средств. Кроме этого, для всех участников СВО и членов их семей разработаны и действуют региональные меры поддержки. Уровень жизни региона напрямую зависит от состояния экономики. Прошедший год был не из лучших. Не только для нашей республики, но и для всей нашей страны. С одной стороны, оказали влияние на многие отрасли, потребовали переформатирования устоявшихся экономических связей, но с другой, позволили с новой силой использовать собственные возможности для наращивания конкурентоспособного внутреннего регионального продукта. По поручению президента Российской Федерации, огромную работу по обеспечению устойчивости экономики и поддержки бизнеса провело правительство Российской Федерации в тесном взаимодействии с полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Яковлевичем Чайкой. Отдельно хочу поблагодарить вице-премьера правительства Российской Федерации, куратора Северо-Кавказского федерального округа Александра Валентиновича Новака. Благодаря мерам и решениям, принятым на федеральном и региональном уровнях, нам удалось максимально нивелировать негативные последствия экономических санкций, а по многим направлениям показать устойчивый рост, отметил глава региона. По итогам 2022 года индекс промышленного производства вырос. По сравнению с 2020 годом темп роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, увеличился почти вдвое. Более чем наполовину выросла инвестиционная составляющая регионального бюджета. Завершены пять инвестпроектов общей стоимостью 22 миллиарда рублей. Меня, конечно, с большим интересом привлекал экономический блок. Естественно, на ходу все цифры так не переваришь. И я намерен, например, с карандашом в руках снова посидеть с этим докладом. Определены направления, на которые надо делать упор при формировании бюджета на следующий год. И депутатским корпусом на это будет обращено христианное внимание. То есть все задачи, которые перед республикой стоят, мы знаем. Глава их осветил. И я надеюсь, что они все будут в следующем году решены. Общий объем выпуска продукции в области сельского хозяйства тоже вырос. Немаловажным аспектом динамики в отрасли стали меры господдержки на развитие агропромышленного комплекса. Направлены средства на развитие мясного и молочного скотоводства, на производство и реализацию зерновых культур, на закладку интенсивных садов, поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Будем надеяться, что все, что он озвучил, будет применимо в нашем регионе, что наши фермеры наконец-то получат ощутимую поддержку. Проблем сегодня в сельском хозяйстве более чем достаточно. Это и погодные условия, это и экономическая ситуация в стране. Но с таким тылом, как сегодня озвучили, мы будем надеяться только на лучшее. На этот год предусмотрены новые меры поддержки производителям картофеля и других овощей. Важно, что этими мерами смогут воспользоваться наравне сельскохозяйственными предприятиями и самозанятые граждане, отметила глава республики. Был сделан акцент на развитии мясного и молочного скотоводства. Начиная с прошлого года, Карачаево-Черкесия уверенно движется к позиции лидера по овцеводству в стране. Группой компании «Домоте» реализован масштабный инвестиционный проект по развитию индустриального мясного овцеводства. Завершена реконструкция и запуск мясоперерабатывающего завода высокой мощностью переработки. Также компания реализует на территории республики проект по строительству комплекса по откорму овец. Немалую лепту в увеличении производства тепличных овощей в России вносит наше предприятие «Агрокомбинат Южный». В этом направлении в республике открываются новые производства. Приоритетом в сельском хозяйстве считается садоводство. Реализовано два крупных проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью 1000 гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения. Главой Корчаева Черкесии было дано поручение вдвое увеличить объем средств для защиты сельскохозяйственных культур от городобития. Также до 1 августа текущего года правительству республики совместно с главами муниципалитетов представить предложение по решению проблемы с беспризорными собаками на всей территории республики. Было поручение модернизировать республиканскую ветеринарную лабораторию, обеспечить необходимым оборудованием и транспортом. Особое внимание в регионе уделяют туризму. Отрасль активно развивается, есть успехи. Наши курорты пользуются большим спросом. Учитывая динамику и перспективы дальнейшего развития отрасли, привлечен высокий объем инвестиций. Будет реализовано два крупных проекта, что позволит создать более 9 тысяч новых рабочих мест. Для систематизации деятельности курорта Дамбай и повышения качества предоставления туристских услуг было поручение создать управляющую компанию. Помимо решения первоочередных задач в экономике и социальной сферах, прошлый год был ознаменован празднованием столетия Корчао-Черкесии, отметил глава республики. Несмотря на непростую ситуацию, удалось не допустить срывов намеченных мероприятий и обеспечить их практически стопроцентным выполнением. В 2022 году поставили новый региональный рекорд ввода жилья. Скажу, что сейчас в работе находится рекордное количество строящихся объектов водоснабжения. Важные мероприятия проведены по обеспечению жителей республики качественной питьевой водой в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и современный облик сельских территорий. Качественное энергосбережение имеет большое значение в нашей республике. Учитывая, что ежегодно увеличивается количество строящихся объектов, возводится новый микрорайон, развивается туристическая инфраструктура, строятся объекты в промышленном и агропромышленном комплексе, отметил глава региона. На территории республики большое внимание уделялось проведению мероприятий по защите и восстановлению лесов, ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов, накопленного вреда окружающей среде. Защита населения от негативного воздействия паводковых вод. Визитной карточкой республики служат дороги. От их состояния зависит настроение жителей, безопасность и желание гостей курортов еще раз вернуться к нам, отметил в послании глава региона. Еще рассказал, какая работа в этом направлении проводится и будет продолжена в будущем. Рашид Тимрезов обратил внимание на тот факт, что даже с учетом большого объема выполненных работ по ремонту дорог, количество ДТП в республике остается высоким. В рамках мероприятий по повышению качества и доступности цифровых сервисов для населения и бизнеса ведущими операторами связей и провайдерами при поддержке Министерства цифрового развития Корчаева Черкесской Республики в условиях санкционного давления недружественных стран построены и модернизированы базовые станции. Работа с обращениями граждан имеет важное и приоритетное направление работы органа власти всех уровней. С этой целью внедрена платформа обратной связи. Хочу обратить внимание, что глава республики почти в каждой отрасли ссылался на обращения граждан. Это демонстрирует то, какое пристальное внимание он обращает работе с обратной связью. И вообще, в принципе, вся работа органа власти строится вокруг потребностей обычных жителей нашей республики. Большое количество обращений к граждан касалось вопросов социальной сферы. Глава Корчаева Черкесии рассказал о том, что уже сделано и предстоит. Были даны поручения различных мер поддержки. Рождение ребёнка всегда отражается на материальном благополучии каждой семьи. И, конечно, увеличение размера материнского капитала до 150 тысяч рублей. А размера единовременной выплаты при рождении третьего ребёнка до 50 тысяч рублей, конечно, будет хорошим подспорьем для каждой семьи и достаточным стимулом для повышения рождаемости в нашей республике. Президент Российской Федерации уделяет приоритетное внимание первичному звену здравоохранения. В республике полным ходом идёт реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметил глава региона. В 2023 году в рамках программы модернизации будет построено и отремонтировано 20 объектов здравоохранения. Одним из новшеств развития отрасли здравоохранения является установление коротких коммуникаций между пациентом и медицинским сообществом. В последние годы были предприняты существенные меры по совершенствованию кадрового потенциала, повышению его профессионального уровня, оптимизации численности и состава. В рамках реализации национального проекта образования в республике создаются условия для развития современных компетенций у детей, педагогов республики. Открываются центры образования. Проводится работа по снижению бумажной нагрузки на учителей. Система мер профессионального развития. Поручение сегодня касалось повышения квалификации педагогических работников. А именно в первую очередь необходимо определить и провести всю диагностическую работу по устранению профессиональных дефицитов. И только потом определять и повышать качество образования. Этой работой сегодня мы и занимаемся непосредственно в Министерстве образования и науки. Мне понравилось особенно то, что у нас сделана большая работа по трудоустройству граждан. 10 тысяч рабочих мест только в 2022 году. Посланник глава Карачаева-Черкесии отметил растущий общественный запрос на занятия физической культурой и массовым спортом в республике. Строятся и сдаются спортивные объекты. Растет количество победителей спортивных соревнований. Большое внимание уделяется развитию культуры в малых городах и в сельской местности. Благодаря национальному проекту в республике интенсивно развивается инфраструктура отрасли. Построены новые дома культуры. Сегодня глава в очередной раз подчеркнул важность культуры, но в то же время обратил внимание на те задачи, которые уже длительный срок не решаются. В частности, это наполнение практической ежедневной работы домов культуры, которых у нас на селе за последние годы уже более пятидесятков построено и отремонтировано. Сейчас стоит задача ежедневную эту работу, а это не меньше трех кружков, еженедельные различные выступления, гастроли и новые форматы, которые привлекут в дома культуры и детей, и старшее поколение внедрять. Эффективная реализация государственной молодежной политики находится в центре внимания правительства республики, отметил глава Карачаева Черкесии. Проведена большая работа по финансовой поддержке в реализации социально значимых инициатив молодежи. Укреплению политической стабильности и согласию в республике способствуют сохранению гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений, отметил глава региона. Одним из важных событий в религиозной жизни республики стало открытие главной соборной мечети. Поблагодарил духовенство за большую работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, за взаимодействие с органами власти в вопросах укрепления межнационального и межконфессионального согласия. В заключении детального плана действий, которого будут придерживаться в работе региональные власти и муниципалитеты в течение года, глава республики Рашид Тимрезов отметил работу всех, кто активно принимал участие в развитии и повышении социально-экономических показателей в республике и реализации задач, направленных на улучшение качества жизни наших граждан. Поблагодарил за поддержку. В Доме правительства под председательством вице-премьера Ирины Гербековой прошло заседание Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Собравшиеся обсудили три главные темы. Первый вопрос касался применения упрощённой налоговой системы как меры поддержки малого и среднего бизнеса. Вторая тема повестки – уровень производственного травматизма при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе на объектах водоснабжения и канализации. И третья тема – ход реализации и оценка эффективности госпрограммы развития культуры в республике. Председатель Карачаева-Черкесского объединения организаций профсоюзов Раиса Айбазова отметила необходимость проведения таких встреч, чтобы работодатели тщательно следили за медицинским осмотром работников предприятий во избежание несчастных случаев на производстве. По итогам заседания трёхсторонней комиссии даны соответствующие рекомендации работодателям и профсоюзным организациям. Вопросы, рассмотренные в ходе работы комиссии, взяты на особый контроль. 22 несчастных случаев, в 22-м уже 24 было. И в том плане, что медицинские осмотры, они необходимы. Ирина Джишановна, 10 несчастных случаев было. Пришёл человек на работу. Это говорит о том, что медицинские осмотры не проводятся. Состояние работника давайте внесём в свой протокол. По традиции в День памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В Черкесске в Парке Победы собрались представители власти, правоохранительных органов, общественных и образовательных организаций республики. Подробности у Али Баташева. Вечный огонь и множество зажжённых свечей в руках. Портреты солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом за мирное небо над головой. В этот вечер на Мемориале Вечной Славы множество людей. Их объединяет память о начале войны, длившейся 1418 дней и ночей, и унёсшей около 27 миллионов жизней. «Мы зажигаем свечи и склоняем свои головы перед самоотверженностью военного поколения. И наш долг хранить память об этом подвиге», — говорили выступающие. «Мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаём память тем, кто был замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков и детей». «Я желаю вам, чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вы всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшним мирным днём. Пусть в нашей жизни всегда будет мир и счастье». Память погибших почтили минутой молчания. Свечу в память о своём прадеде, участнике Великой Отечественной войны, Умаре Махове и других героях фронта и тыла зажгла Софья Кирейтова. «Многие родственники рассказывали, у которых и прабабушки рассказывали, как это было тяжело. Мы шли недавно к ветеранше, который уже не стало. Она нам тоже раньше рассказывала, как они собирали хлопок сами. Поэтому это всё очень трагично и не нужно это забывать». Многие ветераны Великой Отечественной уходят, но память об их подвиге продолжает жить. Зажжённые свечи и множество цветов у мемориала Вечной Славы – ещё одно напоминание о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Алибаташев, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесии открыли памятную доску заслуженному тренеру России Александру Давыдову. Человеку, благодаря которому спортивный мир узнал о многих боксёрских талантах Карачаева от Черкесии. В частности, о призёре Олимпийских игр в Афинах Мурате Храчеве. На мероприятии около дома, где жил Александр Степанович, побывал наш корреспондент Артур Мхце. Есть люди, с которыми принято связывать целую эпоху. Таким, без сомнения, можно считать и коренного жителя Черкесии Александра Давыдова, посвятившего себя поиску и огранке драгоценностей, обучению и шлифовке мастерства талантливых ребят, которыми на самом деле богата Карачаева-Черкесия. Для него тренерская работа стала не просто профессией, а возможностью делать из юных сорванцов уверенных в своих силах молодых людей. А фраза «ученик Давыдова» – это своего рода знак качества. Талантливым он был не только как тренер, как педагог, но и также он был очень талантливый наставник по жизни. Очень многому мы научились в его воспитаннике, все те, кто прошёл через его руки, даже какое-то небольшое время, кто занимался боксом у него, все те, кто прошли через его руки, все мы научились у него очень важным и необходимым качеством. Прошло два с половиной года, как ни стало человека, с именем которого были связаны многие успехи боксёров из региональной столицы на самом высоком уровне. Среди его воспитанников – победители и призёры крупнейших спортивных форумов. И вот теперь около дома, где он провёл большую, разумеется, после тренировок часть жизни, состоялось памятное мероприятие с установкой мемориальной доски. О многочисленных заслугах почётного гражданина Черкеска Александра Давыдова говорили все, кто пришёл в этот день отдать дань уважения наставнику, другу, а для кого-то и ни много ни мало – второму отцу. Али Хуранов вспоминает, каким был тренер на занятиях, чему учил ребят. В нём было всё. Разные грани. Он из тройги, он требовательный. Учил нас дисциплине. Где-то добрый. То есть вовремя умел объяснить человеку, что от него надо. То есть, как он нам говорил всегда, интересно. Он говорил, ребята, я могу вам дать всё, кроме одного. Сердце должно быть храброе. Мемориальная доска Александру Давыдову была открыта при участии его супруги, которая многие годы поддерживала его и в горе, и в радости. Цветы у дома, как живое напоминание о человеке, оставившем после себя куда больше, чем просто спортивные достижения республики и регальные воспитанников. Он помог каждому стать человеком, за которого ему не было бы стыдно. Артур Махцы, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске увековечили память одного из первых профессиональных художников Карачаева-Черкесии, Александра Гречкина. Мемориальную доску с изображением автопортрета открыли на здании детской художественной школы Черкеска, которую он основал в 1966 году. Подробности у Али Баташева. Герои легенд, сказания и притч, а также простые люди и бытовые сюжеты нашли свое воплощение в работах Александра Гречкина. Именно человек занимает центральное место в творчестве первого профессионального художника республики. Мир вещей и окружающая среда играют подчиненную роль. Работы в разных стилях и техниках. Живопись, керамика и графика, основанная на четком ритме черного и белого, вызывают восхищение всех неравнодушных к искусству, считает выпускница второго выпуска детской художественной школы Черкеска Марина Бобрева. Как он восхищался горянками. Боже мой, это можно увидеть в его линогравюрах. Вот этот стан, вот эта музыка. Я еще, знаете, не видела работ художников, что так ярко и так выразительно, так музыкально было сказано о наших горянках. Александр Гречкин обладал и прекрасным организаторским талантом, что позволило ему в 1966 году создать первую в республику детскую художественную школу, вспоминают коллеги. Он действительно сделал такой вот вклад, потому что то, что начиналось там с единиц детворы, сейчас у них больше трехсот учащихся. О творческом пути художник Александр Гречкин вспоминали его бывшие ученики, коллеги и близкие. Он очень хорошо владел словом, и вот он легенды нам рассказывал. Он влюблен был в Карачаево-Черкесию, он знал легенд, очень много легенд он знал. И никогда не расставался с альбомом. Был непредсказуемым человеком, он как-то не боялся ничего. Вот, заходил в шахты к шахтерам, ползал там по этим завалам везде, снимал их, касками подарить до сих пор нам не лежит, это шахтерская 60-х годов. То есть, если не было дня, чтобы он не рисовал. Мемориальную доску открыли в здании художественной школы, которую основал Александр Гречкин. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго.